Из красных роз, из белых роз, тут детская еду, где перенес? А наш в ответ сказал, нет, я голубых хочу, грубых. Пол мира в поисках прошел, нигде такого не нашел. Время, скашивая, у тех, в ответ лишь уделенный смех. Когда же суровой зимой вернулся наконец домой, любимый я огонь с этим роз не увидел голубых. Возможно, там, где мир идёт, идёт себе голубой. Граждане всегда решили вопрос. Нет лучшей аллы, белых роз. Ну, чтобы не удруднять вас в последнем чтении у стихова, я буду разбавлять, просто. Я думаю, что, когда я задался переводом английских писателей, но, прежде всего, Киблинга, но не плохо, конечно, я бы ставил себе цель как можно ближе переводить к автору. То есть я хочу, что читатель, который открывает книжку, где написано, Киблинг, стихи, читал не даже Киблинга, а не переводчика. Поэтому все вот эти разговоры о том, что здесь перевод лучше, здесь перевод хуже, я думаю, что перевод вообще должен дать возможность русскоязычному читателю читать и понимать нерусскоязычного автора, и тогда всё будет в порядке. А если переводчик начинает показывать, какой он хороший поэт, то, когда она пропадает, появляется поэт, переводчик. В качестве примера хочу вам привести вот такую историю. Я прочитал замечательное скеподворение Константина Симоновна, которое называется «Четыре цвета глаз». Вы их виды его, знаете? Если нет, я вам прочитаю коротенькое. Секунду. Вот звучит стихотворение Симоновна. Серые глаза, рассвет, барракотная селена, дождь, разголка, серый свет, за ним пломбекущие пьяны. Чёрные глаза, жара, в море сонных звёзд искорщения, и упорка до утра поцелует отражение. Синие глаза, луна, пальца белое молчание, ежедневная стена неизбежного прощания. Карие глаза, песок, осень, полцвозь, похода, скачка, вся на лосоках, падение на полёдах. Нет, я не судя на них, просто без суждений. Сдорных я четырежды должны. Синие, серые, карьеры, чёрные. Как четыре стороны одного того же цвета, я люблю в комне длины все четыре этих цвета. Замечательное стихотворение. Но поскольку я уже занимался киплингом, название этого стихотворения, под названием было написано. Киплинг, перевод, синий. Я пытался сказать киплинг, я подумал, что киплинг этого не писал. Киплинг написал стихотворение, которое называется «Летание влюблённых». Киплинг, летание для тех, кто не знает религиозной терминологии, это католическая молитва. Молитва заклинания. То есть это, прежде всего, молитва. Во-вторых, у Симонова ничего не упоминается об Индии, а у Киплинга целая стихотворение. Но и стихотворение Симонова написано. Катрена 6-4 стишек. У Киплинга 5-8 стишек и 1-9 стишек. То есть это вообще-то другое стихотворение. Это совсем другое. Хотя тело даже. Вот как звучит это у Киплинга. Серые глаза, причал. Дождь и слёзы на щеках. Расставание, накал. Звук прощального гудка. Пусть минута не легкала. Верь, моя любовь к Римка. Бой, летание любви. Аж чувства на века. Чёрные глаза. Волна, сруи пены за бортом. Кипишова, ночь без сна под трагическим крестом. В небе звёздное отгоноление литерка. Бой, летание любви. Наше чувство на века. Карие глаза. Песок, стук, копы, кресты, багрец. Коги скажут Бога, Бога и мелодии сердец. Солнце светит садокам. Пустых лошадей легкак. Бой, летание любви. Наш чувство на века. Синие глаза. Бедмор. Пробок, шумная борьба. Голосовый стройный хор. Вальца, робкая борьба. Колдовство и блеск клинка. И с рукой сплелась рука. И от всей моей души Наше чувство на века. О, Амур, я и свой дик, и надежда, и облог. Я четырежды должник и четырежды банкрот. Но смогла бы благодать девок, но мне не спасла. Я бы раз больше сорока спел в Италии любви Наше чувство на века. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Похоже. Я бы на месте Краснодара Симонову стал по материнам. Из-за того, что у нас прекрасная замечательность. Есть довольно печальное, которое называется «Голубь и старт». Тоже мононимого переводить, я не думаю, что... То есть я бы уверен, что это первый и даже, может быть, не тридцать восьмой недели. Голубь, сбежавший из города Гаур, страшную месть сообщил всей земле, Что город разгромлен, что в городе трава. Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, белый предатель, с бедой, как рыб. Рад же их сдать, сказал под стыною, Голубя скрылся на груди. Он прилетил, под не выйду из боя. Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, знайте, что смерть меня ждет впереди. Крепость сожжите и башни сожжите, не оставляя врагам ничего. В пламени сами навечно усните. Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь. Сядет на стену дворца моего. Вскоре захватчики были разбиты. Рад же, с победой закончил покон, в реку вошел охладиться от битвы. А Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, мечтал о Голубь, чтоб так не живет. Выпорвнул меня вон тут-то в оконце. Хоть взвал и порад же вернуться скорее. И с первым лучом восходящего солнца, Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, в таку вернулся к Голуби своей. Женщины, как и уснули навечно, Часть берегая свою до конца. Смелый Голубь прикружился беспечно. Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, в дыму от сгоревшего напряжь дворца. Рад же, со скоростью ветра стремился, Кто улетел его кончика из сил. Вот уж дворец, обгоревший, открылся, А Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, в чистом безоблачном небе кружил. Что же, Голубь, из города Кавуру, Ну, принес сообщение тогда, Что было разгромлено, что в городе траву, Когда кинесли, в бог мисли, больше птицах не став. Голубь, о, Голубь, вернувшийся, Голубь, в дыму от сгоревшего напряжь дворца. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Выдерживайте, я оправдал сюда. Женскую тему. Женскую тему. Женскую тему. Замечательное сих порение, которое называется «Дамы». Женскую тему. Замечательное сих порение, которое называется «Дамы». 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 Учила любить, покорять и платить, от нее я про женщину знал. После я услужил комендантом в небольшом городишке базара. Предложил мне отец свою дочку, когда мы покупали товар. Раз веселая желтая кукла, я конечно на ней встречал. Семейную парой на свадьбе не даром, от нее я про женщину знал. А когда меня бросили в Нимач, мою скупную связь отзорвал. Я спаснящийся сладкий чертовки, супругу Виннегра из Мхау. Она по-тихански мне пела, когда же я в шутку сказал, была бы белой, ножом моим по телу, от нее я про женщину знал. Я вернулся домой в шелоди, свою юность растратив зазря. Мне попалась навстречу девчонка из сбежавшего монастыря. Она сразу меня полюбила, но нас ждал бесторочный финал. Сдержал я свой пыл, так девчонку любил, от нее я про женщину знал. С юных лет я проснулся в столицу и плачу дорогою ценой. Чем ты больше узнаешь от прочих, тем ты меньше применишь к одной. Вот и то были полких раздумий и мечтаний о бадских огнях. Прими мой совет, знаю, скажешь ли нет, все про женщину узнает от меня. Чего хочет жена командира? Нет, она не расстроит секрет. А спросите супругу сержанта, и она вам всю правду в ответ. Когда дело коснется мужчины, все они как булавочки вряд. Ведь и гордые ловители, и чудо-греди в самом близком родстве состоят. Продолжение следует...